Приветствую, дорогие друзья! Очень рад, всегда очень рад приходить в нашу церковь, Источник надежды, видеть всех вас. И тоже очень рад, что есть такая возможность делиться словом самого Господа сейчас здесь в собрании. Сегодня мы будем говорить о том, что без Иисуса Христа мы не можем принести никакого плода. Но в нем мы можем принести много плода. Знаете, в нашей жизни есть такие вещи, которые, некоторые из них происходят сразу же. А есть вещи, которые для того, чтобы достигнуть, надо много усиленно трудиться. Ну, например, если кто-то захочет улучшить свою фигуру или накачать мышцы, он может купить абонемент в зал. Да, это сейчас несложно. Много сетевых клубных залов таких можно купить на абонемент на год. И это можно сделать очень быстро, за 15 минут. Но для того, чтобы действительно нарастить мышцы или там потянуть свою фигуру, мы все прекрасно понимаем, что 15 минут здесь будет мало. Нам всем придется ходить и долго, системно заниматься регулярно вот так вот и приходить через боль, возможно, страдания даже какие-то, для того, чтобы достичь какого-то результата. То же самое может быть, можно сказать, например, когда человек поступает в какое-то учебное заведение. Да, наша Дарина недавно проходила, поступала в университет, поэтому для нас это очень свежо, что на одном месте было до 20 человек, в тот вуз, который она поступала, в один из тех вузов, потому что поднимались сразу несколько из них и сразу в три вуза. И только один из 20, например, проходил. И мы понимаем, что поступить в вуз, поступить в учебное заведение – это еще не конец, это по сути только начало. А потом для того, чтобы получить результат, нужно долго, усиленно учиться, ходить на занятия, писать работы, сдавать экзамены, чтобы получить такой вот результат. И я думаю, что, когда мы смотрим на нашу христианскую жизнь, то есть вот такие вот похожие параллели. Есть что-то, что мы получаем в один момент. Например, веровав в Иисуса Христа, исповедовав Его своим Господом и Спасителем, мы получаем оправдание своих грехов, получаем прощение своих грехов. Мы рождаемся свыше, мы становимся новым творением, Дух Святой запечатлевает нас, мы получаем новый статус, мы выходим из власти тьмы, мы приходим в Царство Света, мы получаем дары духовные. И можно этот список продолжать, потому что мы примиряемся с Богом. Что-то, это что-то, что происходит в один момент нашего спасения. Мы исповедовали Иисуса Христа, и это получили как дар. Это невозможно заработать. Невозможно заработать прощение своих грехов, искупление, оправдание. Это только как дар от Бога, который мы получаем. В то же самое время есть что-то над чем, несмотря на то, что мы уже получили новый статус, мы стали новым творением, мы стали новым созданием во Христе, есть что-то, над чем мы постоянно должны трудиться, если мы хотим получить результат, если мы хотим приносить плод, который будет славить Бога, если мы хотим видеть изменения в наших жизнях, если мы хотим, чтобы видеть изменения в жизнях людей вокруг нас, Что-то нужно, если хотим приносить такой плод, который будет слава Богу, нам уже, несмотря на то, что мы получили как дар спасения, оправдания нам есть, нам нужно много, все равно вот в духовном сфере нужно тоже трудиться, нужно прикладывать усилия постоянные. И вот как раз это мы сейчас и будем разбирать, что в Иисусе Христе, если мы будем в Нем пребывать, если Он будет пребывать в нас, если Его Слово будет пребывать в нас, тогда мы сможем принести плод, который будет славить Отца. Вот как раз об этом и проповедь. Давайте помолимся. Оставайтесь сидеть, я помолюсь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты выкупил нас, Ты искупил нас на кресте, Ты пролил Свою кровь за нас, Ты оправдал нас по Своей любви, Ты очистил нас и сделал из нас новое творение, которое имеет новый статус, которое Твое дитя, которое в мире с Тобой, в которое прибавляет в Твоем царстве, в общении с Твоим, в Твоем присутствии. Благодарим Тебя за все, за это. И просим Тебя, сейчас, когда мы будем читать Твое Слово, мы просим, наполним наши сердца Твоей благодатью, Твоим миром, пониманием, чтобы понимать Твою волю в нашу жизнь, понимать, как духовный мир устроен, как мы можем служить Тебе, как мы можем действовать так, чтобы действительно принести много плода, который будет славить Тебя. Аминь. Я читаю из Евангелия от Ивана, 15 глава, с 1 по 11 стих. Это слова Иисуса Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Эти слова Иисус Христос произнес после, мы знаем, праздничной такой пасхальной вечери со своими учениками. Они отмечали праздник Пасхи. После этого уже Сатана вошел в сердце Иуды, и он пошел предавать Иисуса Христа. И сейчас фактически остаются последние часы перед тем, как его арестуют. И мы понимаем, что в такое время мы обычно словно говорим, что это особенно важно. И вот Иисус Христос говорит прощальные слова ученикам своим. Он говорит, что вот то, что мы прочитали, что без него не могут принести никакого плода. Дальше он говорит, что его учеников будут преследовать в мире, что он пошлет им утешителя. И дальше идет молитва за учеников, после чего все ученики идут за поток Кедрон уже в сад, где уже Иисус Христос был арестован. И здесь вот, как мы читаем с первого стиха, Иисус говорит, я есть виноградные лоза, отец мой виноградарь, всякую меня ветни приносящие плода он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боль я принесла плода. Вы уже очищены, что слово, которое я проповедовал. Вот прибудьте во мне, я вас, как ветни может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иисус Христос для иллюстрации духовной истины приводит пример, хорошо известный из сельского хозяйства. И меня всегда умиляет вот в этом примере то, что пример был как бы приведен две тысячи лет назад, но он до сих пор абсолютно актуален даже и сейчас. Даже такой городской житель, как я, вот у меня был такой опыт, те нечастые поездки в село, например, к тайной бабушке, когда мы ездили, мне там доверяли как раз разряжать, у нас это называется виноград. Есть лоза виноградная, от нее растут ветви, и так получается, что на одних ветвях есть виноградные гроздья, а на других нету почему-то. Я не знаю, почему так происходит, но для того, чтобы те ветви, на которых нету гроздья, не забирали питательные вещества, которые лоза тянет из земли, их просто обрезают. И все вот это питание идет на ветви с виноградной гроздью. Кроме того, и ветви, с которой есть там гроздья эти виноградные, их тоже пообрезают, чтобы тоже не было ничего, чтобы не уводило лишние соки от гроздь. Гроздья, да, то есть идея какая? Винограды, да, как вот здесь вот приводится пример, он очищает лозу для чего? С одной целью, чтобы она просто, чтобы как бы собрать больше урожай, да, чтобы забрать больше гроздья. То есть с точки зрения сельское хозяйство, с точки зрения вот примера физического, да, он абсолютно понятен. Но давайте посмотрим, какая духовная истина в этом заключается, да. Это же иллюстрация, используя такой сельско-социалистый пример понятный, для того, чтобы поиллюстрировать какую-то очень важную духовную истину. Иисус начинает с того, что я есть истинная лоза. Я есть истинная лоза. Не хочу на этом долго останавливаться, но почему истинная, что разве бывает не истинная, да. Но здесь это говорится потому, что Израиль в Старом Завете, он часто, его символом была лоза. То есть когда говорилось о Израиле в Старом Завете, часто он сравнился как бы с лозой. Например, из Египта принесли виноградную лозу. Потому что мне нравится, что Бог вывел израильский народ из Египта. И поэтому народ Божий, Израиль, да, это как бы лозой был Божий. Но почему Иисус истинная виноградная лоза? Потому что израильский народ, несмотря на все свои усилия, он не смог выполнить то, что Бог хотел, чтобы он сделать. Он не смог приносить тот плод, который хотел Бог. И только в Иисусе Христе, когда уже мы обращаемся к Иисусу Христу, когда израильтяне истинные обращаются к Иисусу Христу, они начинают приносить плод, который славит Бога. Поэтому у Иисуса есть истинная виноградная лоза. Понятно, что виноградарь – это Бог Отец. А ветви – ученики. Ученики, которые уверовали в Иисуса Христа. Таких учеников, с такими учениками, Бог Отец продолжает работать. Он продолжает очищать, чтобы они принесли больше плода. Ветви, которые отсекаются и сгорают, мы понимаем, что это люди, которые просто не верят в Бога. Потому что они не то, что их отсекают, но из-за неверия, из-за греха они не могут привиться к Иисусу Христу. То есть они уподобляются ветвям, которые просто ненужные. Виноградные ветви, которые отсекают, с них вообще ничего нельзя сделать, с ними как просто сжечь, потому что они ничто не пригодны. И только верующие в Иисуса Христа – это ветви, которые находятся на лозе, которые приносят плод, которые исповедуют и родились свыше Иисуса Христа. Вы уже очищены через слово, которое проповедовал. Третий стих. Иисус Христос проповедовал учениками какое слово? Он, по сути, проповедовал им Евангелие. Он проповедовал им, что Он есть хлеб жизни, что приходящий к Нему не будет толкать, и верующий в Него не будет жаждать никогда, Он говорил. Что воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. То есть Иисус Христос, по сути, пребывая с учениками, рассказывал, для чего Он пришел, что Ему нужно пострадать, что Он есть хлеб жизни, что верующий в Него не погибнет, что Он воскресит Его. Да, фактически, Он рассказывает Евангелие. Вот через это слово ученики уже очищены. «Прибудьте во Мне, и Я вас, как вет, не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Мы как бы понимаем, что ветвь в физическом мире – это очевидная какая-то истина, да, что ветвь, которая не держится на лозе, если ее отрезать, никто даже не ожидает, что она вообще хоть какой-то плод принесет, хоть маленький, да, хоть одни даже виноградик, но на ней не вырастет. Точно так же и без Иисуса Христа, если мы не пребываем в Нем, мы не можем вообще не принести никакого плода. Мы потом дальше будем говорить, какой это плод, но мы должны понять, что даже маленького плода, даже незначительного плода, который угоден Богу, без Иисуса Христа мы принести не можем. «Кто пребывает во Мне, а Я в Нем, тот приносит много плода, без Меня не можете делать ничего». «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, такие ветви собирают и бросают в огонь». Мы перейдем сейчас, наверное, к самому интересному. Плоды и как пребывать в Иисусе Христе, но давайте вот на этом стихе остановимся, потому что он выглядит достаточно страшно, да. Он говорит о том, что «кто не пребудет, издвернется вон, как вехни, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Выглядит так, что, ну, кто-то, наверное, может использовать этот стих для того, чтобы говорить, вот смотрите, если вы не будете при Иисусе Христе, то вы можете потерять спасение, да. То есть вас отсекут, и вы сгорите в огне, да. Кто-то, наверное, какие-то богословы могут это объяснять таким образом, что, возможно, это идет речь об Иуде, да. Он был с учениками, он пребывал с ними в общении, но он отпал и предал Иисуса Христа, и он тоже сгорел, да, в аду. Но я, на самом деле, и не только я, я посмотрел другие, там, ну, многие люди тоже считают, что, смотрите, этот пример с лозой, эта притча, да, о винограднике, о вергнадре и о лозе, она иллюстрирует какую-то основную идею. И поэтому мы должны понять эту основную идею и ее применять, ну, как бы, для того, чтобы толковать какую-то духовную истину. И основная идея этой лозы, которая приносит плод, вет, который держится на лозе, который приносит плод, заключается в том, как раз, что без Иисуса Христа мы ничего не можем. Как вет не может принести плод, не пребывая на лозе, так и мы без Иисуса Христа, мы просто бесплодны. То есть здесь не идет речь о потере спасения, здесь не идет речь о ничем другом. Поэтому просто основная мысль, основная истина такая, что родившись свыше, придя к Богу, если мы пребываем в Иисусе Христе, мы приносим плод, и если мы не пребываем в Иисусе Христе, мы плод не приносим. И если поискать в Библии вот такой вот пример, который бы проиллюстрировал такую вот ситуацию, когда верующие люди находились в положении, когда у них не было никакого духовного плода, то первое, например, что мне пришло на умное, что я вспомнил, это ситуацию с церковью в Коринфине. Вот посмотрите, мы как бы недавно читали начало послания к Коринфинам, но если вы помните, в первом послании к Коринфинам Павел обращается в церкви Коринфии и как бы и благодарит за них Бога, и говорит, что в Иисусе Христе у них нет, что у них есть все дары духовные, что у них нет никакого недостатка, у них все есть как бы проявление всех даров духовных. Но вместе с тем, если мы читаем дальше, то что указывает на то, что это люди, которые родились свыше, которые уверовали в Иисуса Христа, которые получили спасение и получили дары духовные. У них дары были всевозможные, вот Павел говорит там, и говорение на языках, и толкование, и пророчество у них было, и исцеление, и просто чудотворение. У них все это было. Но если посмотреть на ихнюю жизнь, на те проблемы, которые у них были дальше в послании к Коринфянам, то мы, смотрите, читаем, что Павел пишет к Коринфянам. «Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли вы обычае поступаете?» То есть, удивительная вот, смотрите, удивительная ситуация. Есть церковь, есть люди, которые родились свыше, получили дар спасения, получили дары духовные, практикуют их. Но они живут, как плоские христиане. В чем это проявляется? Что у них распри, что у них ссоры, да, что они живут по человеческому обычаю. Мы дальше там читаем из самого послания, что они друг с другом судятся, что у них есть прелюбодеяние, что они неправильно принимают вечерю. Разделение и споры у них, да. То есть, ну, все, что можно придумать, наверное, вот в этой церкви было, да. То есть, у них все, это вот такое было человеческое, плоское. Ну, почему так было? Потому что, родившись свыше, став христианами, они не пошли дальше. Потому что они не продолжили свой рост духовный. То есть, не было плодов пребывания в Иисусе Христе. И я думаю, вот как раз вот это то, что мы сейчас с вами разбираем, да. Что родиться свыше – это дар от Бога. Прощение грехов, которые мы получаем, мы получаем как дар от Бога и споведу Иисуса Христа. Но дальше, если мы хотим видеть изменения, преображения в нашей жизни, если мы хотим, чтобы в нашем сердце был плод, и в нашей жизни был плод, который славит Бога, нужно еще и что-то делать. И в данном случае мы здесь явно читаем, что нужно пребывать в Иисусе Христе. О каком плоде говорится, да. То есть, мы поняли, что в Иисусе Христе мы можем принести много плода, которые прославит Бога, Отца. Без Него мы не можем ничего принести. Но для того, чтобы принести плод, нам две вещи как бы, да, есть. То есть, надо разобраться, что такое плод. И второе, надо разобраться, как нам пребывать в Иисусе Христе, да. То есть, это как бы два логических вопроса. Когда мы говорим о плоде и ищем, что Писание говорит о плоде, то, наверное, самые такие явные стихи об этом, например, к посланию к Ефесянам, 5 глава, 9 стих, Павел пишет, «Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Праведность, благость и истина – плод Духа, да. Плаведность, праведность и истина. Благость – это такое что-то хорошее, благое, да. Праведность – это правильное поведение, да, святое поведение и истина. Истина – это то, что когда мы поступаем по истине, и истина в Иисусе Христе. Более детально, например, Павел описывает плоды Духа Святого в послании к Галатам. Плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Плод Духа, то есть действие Бога в нашем сердце – это то, что приводят такие плоды, да, которые приходят, когда наше сердце наполняется любовью, да, любовью именно, любовью Агапа, безусловной, без такой, безусловной любовью Бога к грешному человеку, да, когда мы любим людей вокруг нас, независимо от того, как они есть, как Бог возлюбил нас, что умер за наши грехи. Радость. Радость – сверхъестественная радость. Радость не когда мы выиграли в лотерею, да, а радость, когда независимо от обстоятельств наше сердце находится в радости, потому что даже в трудностях мы можем доверять и знать, что Бог таким образом действует и изменяет нас. Мир. Абсолютно сверхъестественный мир, да, который, опять же, независимо от обстоятельств, который нельзя получить каким-то другим образом, но когда наше сердце пребывает в мире. И те, которые тебе прижил, люди, они прекрасно знают, о чем я говорю, что такой мир ты не можешь получить ничем другим, потому что все обстоятельства в нашем греховном мире, они всегда хотят этот мир наш внутренний отобрать, да, радость нашу отобрать, потому что мир греховен и несовершенен. Ну и я не буду сейчас останавливаться на всем, долготерпение, когда мы можем терпеть, потому что Бог дает благодать, благость, опять же, такое благое поведение, милосердие, вера, кротость, воздержание, то есть это когда мы контролируем себя, когда мы не идем на поводу у греховных желаний, у наших плотских желаний, но поступаем так как правильно, так как благодатно, так как славят Бога. И поэтому я думаю, что однозначно можно сказать, что плод, который приносим мы, который пребывая в Боге, в Иисусе Христе, это этот. Но я думаю, что нужно идти еще и больше, еще шире. То есть, да, в нашем сердце есть изменения, мы преображаемся, мы изменяемся в образ Бога, но еще и наше действие, наше служение Богу, оно тоже приносит плод. Вот смотрите, как пишет Павел о своей жизни, что Павел пишет, «Я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился, впрочем, не я, а благодать Божия, которая во мне». Мы знаем, что Павел был исключительно такой результативный благовестник-миссионер. То есть, благодаря деятельности Павла много церквей было насажено среди язычников, много людей спаслось, христианство распространялось. Это уже все как бы понимают. Но и Павел говорит, что не я, а благодать Божия. То есть, сам Бог потрудился через Павла. Когда мы пребываем в хороших отношениях, в правильных положениях перед Богом, когда мы находимся на этой лазе, которая нас питает, благодать Бога действует в нас. То есть, сам Бог действует через нас, и мы видим результат. Поэтому результат не только наш внутренний, но и в нашем служении, в нашем церкви, в нашей группе. Где все, что мы делаем, если Бог своей благодатью действует в нас, мы будем видеть спасение. Мы будем видеть результат. Вот такой вот плод. Идем дальше. Я думаю, что мы, наверное, подходим сейчас к самому интересному. Возможно, я надеюсь, у вас остались еще силы. Остались силы? Подходим к самому интересному. Как же пребывать в Иисусе Христе? То есть, понятно, что что-то хорошее будет происходить в нашей жизни, если мы пребываем в Иисусе Христе. Интересно, что в христианской нашей жизни есть такие вопросы, есть такие какие-то вещи, которые вроде все как понимают или как бы чувствуют их. Но если ты спросишь кого-то, что такое, например, Царство Небесное, вы получите разный ответ. Вот попробуйте. Или что такое ходить в Духе? Водиться Духом? Получите разный ответ. И каждый будет по-своему как-то это понимать, объяснять. Кто-то будет говорить смиренно перед Богом, кто-то будет говорить по слову, по вере. И вот точно так же здесь. Вот пребывать в Иисусе Христе мы понимаем однозначно. Мы как ветвь находятся на лазере, так мы должны пребывать в Иисусе Христе для того, чтобы принести много плода. И я себе определил вот такие вещи, попытался найти в Библии, как вот обосновать правильно по-библейски, что такое пребывать в Иисусе Христе. И начал, конечно же, с общения. То есть, если мы хотим, если мы хотим, например, расти в отношениях, например, в нашем браке с нашей супругой, то что нам нужно? Нам нужно общаться с ней. Нам нужно строить отношения. И вот так вот, чтобы пребывать в Иисусе Христе, я думаю, правильно начать с молитвы. С молитвы, когда мы пребываем в молитве. Интересно, что, ну, я не знаю, как у вас, у меня раньше я почему-то воспринимал больше молитву, как что-то попросить. Как что-то попросить. И эта молитва, это сводилось в том, что давайте будем просить что-то Бога. И даже вот сейчас, вот мы, когда с Марьяной молимся, говорю, Марьяна, давай молиться. Ну, вот Марьяна начинает, она молится, она просит что-то, да. Это хорошо, это позитивно, но я думаю, что это, наверное, моя вина, что я так вот ее научил. Но на самом деле молитва, это же не только прошение, да. Это и благодарение, да. Это и поклонение. Это и просто проводить время вместе с Богом. То есть молитва, это что-то такое, вот когда вот это самое такое вот, мне кажется, самое очевидное наше пребывание в Иисусе Христе, когда мы к Нему молимся, проводим молитвенное время, когда мы Его слушаем, когда Ему открываем наше желание, когда мы что-то даже просим или ходатайствуем, или засыпаемся. Это удивительное время пребывания в Иисусе Христе. Если я вот просто вас призываю начинать это делать. Я думаю, что мы все молимся, но я просто думаю, что здесь расти можно бесконечно. Бесконечно. То есть если у вас есть возможность, найдите тихое место и пробуйте не просто молиться и просить, но просто провести время с Иисусом Христом. Открыть Ему свое сердце. И так далее. Вот смотрите. Посылание Тимофея. Павел пишет Тимофею, что прежде всего прошу совершать молитву, прошение, моление, благодарение за всех человека. То есть молитвы разные бывают. И вот Павел говорит, что это важно. Там он объясняет для чего, чтобы мир был. Но в принципе молитвы разные. Вот интересный стих, который подтверждает эту точку зрения. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе. Фактически, практическое применение вот тех слов пребывания во Иисусе Христе и получения плода. Плода – это мир, мы понимаем, Божий, который превыше всякого ума, который не зависит от обстоятельств. А как мы его получаем? Когда мы открываем свои желания перед Богом, то есть мы приходим к нему с молитвой, с благодарением и сплошением. Мы благодарим, просим, открываем свои желания, и мир Божий наполняет нашу сердце. Лучше просто практического исполнения пребывания в Иисусе Христе, на мой взгляд, просто даже сложно найти. Следующий момент, который позволяет нам пребывать в Иисусе Христе, я думаю, который имеет просто реально важное значение, это вера. Вера. Писание однозначно говорит, что без веры вообще Богу горить невозможно. Верою мы растворяем все те истинные обетования, которые Бог нам дает. Его Слово мы притворяем верой. Если мы не верим в то, что Бог нам обещает, то нам, по сути, даже и читать здесь сейчас не нужно, потому что без веры, если мы не будем верить в то, что здесь написано, что пребывая в Иисусе Христе, мы принесем много плода, если мы не будем верить в то, что Бог говорит, что если ты будешь плотью своей пытаться добиться этого плода, то ты никогда ничего не добьешься, ты не можешь, это невозможно. То есть вера имеет большое значение. Интересные стихи. Павел пишет в Римлянам о том, что Израиль, он приводит такой пример, знаете, маслиничное дерево и там ветви, да? И он говорит, что Израиль, как ветвь, отломилась неверием, а язычники, это дикая маслина, привилась вере, своей верою, да? Тоже интересно. Вот так мы пребываем, как ветвь, на лозе верою. Вера имеет огромное значение. Следующий момент, как мы можем пребывать в Иисусе Христе, который имеет значение, и понятно, что если этого не будет, мы тоже не можем рассчитывать на ту благодать Божию, которая должна исходить из лозы Иисуса Христа, это смирение. Петр пишет, Бог гордым противится, а смитрённым даёт благодать. Гордость является преградой для этого сока, для благодати, которая отходит от Бога. Если мы не смиряемся перед Богом, если мы не просим Его, если мы не встанём на колени, если мы не просим Его благодать, и не смиряемся перед Ним, не преисполняем Его волю, то мы не рассчитываем получить благодать от Него. И то же самое у Петра написано, что Бог гордым противится, и смирённым даёт благодать. И я думаю, ещё один, хотя, наверное, этот список можно и дальше продолжать, потому что оно как-то всё целостно. Ты не можешь быть в гордости перед Богом, но в вере, или ты не можешь быть в вере, ну, например, ты не можешь как бы верить, но ты не можешь, допустим, да, то есть ты не можешь, например, верить и молиться, не верить и молиться, потому что именно молитва без веры, она как бы тоже и бессмысленна, да, то есть оно всё идёт как бы всё вместе, это как бы признаки такое пребывание, исполняя которое мы пребываем в Боге и приносим плод. И последнее, я хотел бы сказать о поклонении. Поклонение о таком личностном поклонении перед Богом. Хороший стих об этом послании к Ефесянам. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом как? Назидая самих себя в псалмах, словословия, песнопениями, духовными славе, поспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Вот мы поклоняемся в нашей церкви в песнях Богу и этим образом мы тоже пребываем в Нём. То есть через поклонение, через прославление наши сердца наполняются Духом Святым и мы имеем результат от такого пребывания в Боге. И последнее, это Слово Божие, безусловно, без которого мы тоже не можем пребывать в Боге, но я его буду читать дальше в контексте седьмого стиха. Смотрите, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете моими учениками». Безусловно, истина, Слово Божие, не понимая истину, не зная Слово Божие, какие могут быть плоды, да, потому что, не понимая, какая Божья воля, да, что Бог хочет, то, безусловно, мы не можем приносить плод. Но я хочу, смотрите, на что обратить внимание. Здесь нам Иисус Христос даёт удивительное обетование. Удивительное обетование. Здесь вот буквально чёрным по белому написано, «Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. И тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете моими учениками». Отец прославится, потому что Бог хочет, чтобы мы принесли плод, да, Бог хочет, чтобы мы изменялись, Бог хочет, чтобы наша жизнь преображалась, Бог хочет, чтобы распространялась и в Англии, да. Имя таким образом заславится. И вот Он даёт нам удивительное обетование, что если мы пребудем в Нём, и Он, и слова Его пребудут в нас, то мы всего, что не захотим, попросим, и мы получим. Вот вам не страшно вообще от такого обещания? Вот всё, что не хотите, попросите, получите. Понятно, что мы должны разобраться в этих стихах. Речь не идёт о том, что мы можем всё, что там... Господи, дай мне Мерседес, так хоп, и он прилетел сюда. Почему? Потому что мы знаем то же самое мы читали в послании к Якову, что Бог гордым платит и со смирённым подаёт благодать. И Яков пишет, что просите, не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро. Поэтому здесь написано, если прибудете во мне, если мы пребываем в Иисусе Христе, мы пребываем в смирённом положении перед Ним, правильно? Мы пребываем в вере, мы пребываем в молитве, мы пребываем в Слове Его, и пребываем в Слове, не просто пребываем в Слове, но растворяем Слово в нашей жизни, то есть поступаем по Слову, понимаем Его волю, в нашу жизнь, и мы хотим исполнять Его волю, то в этом положении, вот в этой ситуации мы можем просить всё, что угодно. Если мы понимаем Божью волю, если мы пребываем в Нём, Его Слово пребывает в Нём, мы, понимая Его Слово, понимаем Божью волю, то мы можем просить всё, что угодно, и Бог нам даст. И это удивительное обетование. Для меня это удивительно. Я вот сколько не думая об этом, вот, ребята, вот просто подумайте. Понятно, что, вы можете сказать, ну, а как вот, понятно, что мы всё не можем просить, да? Но ведь очень часто мы достаточно хорошо понимаем Божью волю. Мы хорошо понимаем Божью волю, и она ясна для нас Божья воля. Недавно пастор Андрей проповедовал, что если у кого из вас не достает мудрости, просите у Бога и получите, дастся ему, да просит с верою, да? Вот, например, очевидно, что Божья воля, чтобы мы понимали Слово, из контекста мы видим, и Бог будет нам давать мудрость, чтобы мы её получали. Но давайте вот к другим каким-то примерам придаём. Вот, допустим, если есть конфликт какой-то в семье, да, возьмём так вот, мы знаем, что семья – это удивительный замысел Божий, Бог соединяет людей, да, вместе, плохо одному человеку, Он соединяет людей вместе, но из-за того, что, я так понимаю, из-за того, что мы несовершенны, что начинается, вот как у Коринфянам, да, живут, мы начинаем жить по плоти, мы начинаем искать своего, да, мы начинаем тянуть на себя, начинается конфликт, да, и это не славит Бога, это абсолютно неправильно, да, но как его решить, как Бог может его исправить, да, я думаю, что вот здесь вот ответ, мы можем, применяя вот эти стихи, мы можем просто излечить любую семью, да, потому что какой здесь ответ, какой здесь ответ, если вы будете пребывать в Иисусе Христе, то есть каким образом мы пребываем в Иисусе Христе? Молитвою, да, благодарением, прошением, размышлением, если мы пребываем в Его Слове, да, если мы исполняем свое Слово, да, если мы смиряемся, распинаем свою греховную природу, приобретаем плод, да, то есть Бог начинает действовать в наше сердце, если мы распинаем в нашу греховную природу, как это Слово учит и следуем за Слово, то все, что мы не попросим у Иисуса Христа, а в данном случае мы можем просить за восстановление отношений, за прощение, за благодать, за примирение, то мы можем гарантированно быть уверены, что мы это получим, потому что это Божья воля, чтобы семья, наши семьи, они славили Бога, понимаете, если мы будем пребывать, это беспроигрышный вариант, если мы соблюдем эти условия, то мы восстановим любую семью, мы изменим любую проблему в нашей церкви, если мы будем использоваться вот этой формулой, что пребывать в Иисусе Христе, чтобы Слово Его пребывало, если мы смиряем перед Богом, молимся, смиряемся, распинаем свою греховную природу, служим других и просим Бога, то мы можем происходить, все будет в нашей церкви меняться, все будет меняться в нашей жизни, все будет меняться в нашей семье, все будет меняться на работе, где мы не находимся, потому что, я думаю, это очень, поэтому Иисус Христос так вот повторяет, Он повторяет эту идею несколько раз, без меня не можете, но во мне можете все, прибудьте во мне, я в вас, и тогда будет что-то удивительное происходить, но и вот еще такой один момент, я хотел вам поделиться, и будем заканчивать, вот вы никогда не думали, почему здесь написано, что надо вообще что-то просить, почему бы нельзя было сделать так, вот я пребываю в Иисусе Христе, Он во мне пребывает, Слово Его пребывает, и все автоматически прямо происходит, вот Яков тоже говорит, не имейте, потому что не просите, да, он потом говорит, не имейте, просите, получаете, потому что не на добро, но по сути не имейте, почему-то не просите, вот я начал об этом размещать, и меня тоже это вот удивило, что несмотря на то, что пребывая в Иисусе Христе, мы имеем доступ ко всем божественным Его ресурсам, если можно так сказать, да, что пребывая в Нем, Он пребывает в нас, Его Слово пребывает, мы понимаем Волю, мы понимаем, что Он хочет делать, мы им подчиняемся, мы ее исполняем, но все равно Он говорит, просите, почему нельзя вот просто чтобы так, вот я нахожусь в лозе, виноград не просит же там лозу, чтобы вырасти, да, а у нас есть такое повеление, ну, я думаю, что это вот такой замысел Божий, что не просто мы пребываем, но мы еще и просим, мы понимаем Божью волю, и мы просим, и очевидно, через вот эти вот, через это растет наше отношение с Ним, наша вера возрастает, наше познание Бога возрастает, потому что каждый раз, когда мы, находясь в Боге, пребываем в Благодати, пребываем, принимаем в Нем, и просим что-то, и видим, как что-то удивительно изменяется, очевидно, ну, это очень важно для нас, что вот так вот просить, просить, и быть уверенным, и Бог обещает, что Он исполнит. Если Бог сказал, то исполни, если это Его воля, то исполни, если мы в Нем пребываем, то Он исполнит. А теперь смотрите, вот если бы в нашей церкви, пофантазируем, в нашей церкви был бы один человек, который бы вот так вот пребывал в Иисусе Христе, Иисус Христос в Нем бы пребывал, Слово пребывало бы, и он бы что ни хотел, ну, все просил бы, что по воле Божией, это бы изменило нашу церковь, вот как вы думаете? Я думаю, что это было бы какое-то пробуждение, что-то особое происходило бы в нашей церкви. А если бы в нашей церкви таких было 10 человек? Понимаете, что я к чему я велю? А если в нашей церкви все так будут, то мы просто Киев просто перевернем. Мы будем видеть действия в нашей жизни, потому что это что-то особенное, что Иисус Христос нам дал. И пребывая в нем, мы можем приносить плод, фактически не мы даже приносим, как Павел говорит, а его благодать, действующая в нас, приносит плод. Мы можем видеть изменения, если мы находимся в Иисусе Христе, потому что Он есть ответ, потому что вся власть и вся сила у Него, потому что Он может так нас удивительно использовать. И последние стихи, интересные тоже, 9, 10-11 стих, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в Любви Моей. И если заповеди Мои соблюдете, пребудете в Любви Моей, как и Я соблюдал заповеди Отца Моего, и пребываю в Его Любви». По сути, то же самое повторяется, что и в предыдущих нескольких истихах. То есть мысль повторяется третий раз уже, да? «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в Любви Моей». Прибыть в Любви Иисуса Христа — это прибыть в Иисусе Христе фактически. Как Иисус Христос говорит, мы можем пребывать в Нем, в Его любви, соблюдая заповеди Его? То есть, разбирая, пребывая в Слове и поступая по Его Слову, то то же самое, что Слово Мое у вас пребудет, то просите и все получите. Соблюдая Его Слово, мы соблюдаем Его заповеди. И пример такой, что Иисус Христос тоже пребывает в любви Бога Отца, как соблюдая заповеди Бога Отца. Восполняя то, что Он хочет, пребывает в Его любви. И последний стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вот это Иисус Христос все сказал для того, чтобы мы имели совершенную радость. Я пытался вам свою радость передать. Я надеюсь, что вы как бы разделяете эту радость. Но посмотрите, у нас есть удивительное обетование, которые произнесены самим Господом Иисусом Христом, что пребывая в Нем, мы можем просить, мы можем видеть изменения, мы можем приносить плод, мы можем иметь радость. Это что-то удивительное. И сам Господь нам говорит, что я это вам сказал, чтобы вы имели радость. И, конечно же, я хочу вас призвать, чтобы мы не только это знали, применяли в своей жизни, видели изменения в нашей жизни, и вот эта радость, чтобы наполняла наши сердца. Повторюсь еще раз, да, это я просто сейчас сделаю итог, и потом мы подойдем к следующему этапу нашего собрания. Что я думаю, что я хотел донести, что вы уже и так много раз слышали, да, что в Иисусе Христе мы можем очень многое, очень многое. Но для этого надо пребывать в Нем, надо пребывать в Его Слове, в смиренном положении, в вере, в молитве. И тогда мы можем просить, что угодно, и будет происходить удивительные вещи в нашей жизни. И мы можем изменять все вокруг нас, да, наша жизнь вокруг нас. Сейчас наша братская рада меня как бы обязала провести, как бы мы приняли в нашу церковь такое вот решение, обговаривать проповеди после того, как они прозвучат. И поэтому сейчас я предлагаю вам сделать следующее. Мы давайте разобьемся на группки, там по три человека сколько, по четыре, кто там рядом как сидит, и вы обговорите то, что вы послушали. И ответьте вот на такой вот практический вопрос, наверное, как практически я могу пребывать в Иисусе Христе. Это практически применение, наверное, самое важное в этом, да, просто знать одно, а как пребывать, и просить, и видеть изменения. И как я пребываю в Иисусе Христе практически могу, и, может быть, какое-то свидетельство о том, как это было в моей жизни, да, как я просила, как что-то изменилось, это действительно прославило Бога. Разбиваемся на группы, у нас 15 минут. После этого один представитель от группы, наверное, в двух словах скажет те выводы, поделится выводами, которые пришли. Хорошо? Давайте, время пошло. Мы, знаете, так немножко экспериментируем, наверное, не 15 минут время говорить, давайте 10 минут поговорим, вот сейчас. Это слишком много получается. Опять поделимся, да, чтобы сильно не затягивать собрание, поэтому, пожалуйста, кто самый смелый, выходите сюда, или я могу подходить с микрофоном. Можно в двух, в двух, отлично. Я не самый смелый, но я попробую. На пробоведі я не был, Дима, там, вибач. Те, что ты говоришь, напевно, читать, молиться, и быть в спілкувании, для меня это работает, я это помечаю в своем жизни, как это действительно бывает, потому что ты бываешь, або забываешь, где-то замотаешься. И ты в какой-то момент просто понимаешь, а где ты находишься. И ты снова читаешь, молишься, и ты повертаешься. Ты можешь нормально, ну, как я думаю, нормально, с точки зрения Бога, оценивать свое життя, то, что происходит вокруг, в свете, намагаешься так это спевставить, а не впадать в панику, чуя все эти разные жахливые новины, которые лунают из телевизора. Практично, не знаю, и что сделаю еще раз так, но, естественно, я так не делаю. Я подумал, Саша, надо просить у Бога про машину. Права у меня не было, ничего не было, просто хотелось машины. А в какой-то момент, напевно, тридером было, это то, что я десь побачил в каком-то сельпо, не сельпо, эпицентре, по-моему, в великому магазине, какая-то была такая реклама, купляете какой-то товар, перееструетесь, и разъиграется машина. Я так не делаю, зазвичай, не люблю я таких вещей взагалі, а тут я подумал, Бог, ты можешь это сделать. И я был переконан, ну, 100%, мабуть, что Бог будет действовать через эту ситуацию. Ну, Бог же может выкрости любую ситуацию. И мы пошли, нам нужно вот чайник купить, мы купили, зарегистрировались, все. Через месяц, там, по-моему, был розыгрыш, два тура было. На первый тур я пришел, не прошло, но еще был второй тур. Я так трохи засмутился, но подумал, ну, Боже, ничего, я потерплю, ты верный Бог. На второй тур пришел, снова купа народу, все слушают цели номера. Другий номер, ой, другий тур, не назвали номер. Я, я не поверил, я одразу не поверил, потому что я был переконан, я уже не помню, просил, чи не, мабуть, я хотел уточняти, насправді. Я був, навіть, в таком, трошки в шоці, я не розумів, Бог, ти міг це зробити, чому ти це не зробив. Я був в Бозі, я молився весь час, я був таки переконаний. І десь через, ну, це, звичайно, так заспокоилось, я собі подумав, Бога, якісь свої плани, звичайно, є на це. Але через місяць, можливо, півтора, до мене підійшов один брат і сказав, Саша, ви не хочете машину придбати? Я кажу, звичайно, ну, вибачиш, це ж коштує грошей. Ще через тиждень він підійшов і знову мені за машину. І, ну, не буду деталі розказувати, просили не розповсюджуватись, але ця машина вийшла на дуже супер-хороших умовах для нас. Цього б я не міг би очікувати взагалі. В результаті, ну, я довіряв Богу, я чекав від Нього, я просив у Нього. Бог дав нам не супер-нову машину, вона вже потримана, але ми отримали цю машину. Ми довіряли Богу в цій ситуації. І так, коли я засмутився, ну, Бог все одно дав радість мені. Ось таке. Дякую, Саш. Хто следующий? Ну, давайте. Вижу, на мене смотрийте. Ви з уверенностю така. Микрофон принести? Просто не попадало туди відео. Ви де, вони хочуть, щоб я розказала. Ми тут говорили про те, як узнати, чи прибуваєш ти в БОЗі, чи ні, ну, які детектори. Як про себе дізнатися, бо іноді здається, що зі мною все гаразд, а насправді воно не так. І ми обговорюємо, що для різних людей по-різному, але найбільше це зовнішні обставини. Наприклад, може бути магазин, коли ти думаєш, що в себе гаразд, так ідеш в магазин, а тебе ті достають, ці достали. Значить, мабуть, не все гаразд. І дійсно, якщо це показує такі обставини, коли все дратує, показує наше серце. І якщо починаєш пребувати в Бозі, молитися, слухати Його, то люди не міняються, а сприйняття їх міняється, бо Бог дає сили їх сприймати. Ну, слідуючий. Правий фланг. Будете? Да? Давайте. Ми розвиваємо цю традицію, тому, можливо, не все в цей раз скажуть, да? Я, конечно, прошу про… Я хорошо могу? Не, я туда пройду. Дорогая церковь, значит, так как я робею перед публиком, это, да? Я слышала, как нужно успокоиться, нужно на вас на всех посмотреть, а потом сказать, посмотрите, как я выгляжу, хорошо ли вы меня слышите? и когда я в этом уже смогу убедиться, тогда я буду говорить. Значит, когда-то, как Саша назвал сестра одна, так и я говорю, одна из наших сестер, ходили мы к Юхименко на группу, она говорит, Таня, давай к Юхименко не будем ходить, он вопросы задает. теперь сюда пришла, я думаю, посижу себе спокойно, посмотрю на всю публику, порадуюсь тому, что я вижу всех в церкви. Уже Дима вопросы задает. Ну, раз уже вопросы задают, то нужно и отвечать. Я буду говорить о том, что меня Господь каким-то образом так благословил вот этой семьей Слепенко. Это оказалось, когда я покупала квартиру, по пословице, не покупай квартиру, покупай соседей, так у меня случилось. И когда я бываю в этой семье, то еще когда Данил присутствовал, он продолжал у нас такую хорошую традицию, когда мы слушали онлайн-церковь, а потом после этого обсуждали это все и говорили, то, ну, собственно, если Дима вопросы задает, то я скажу, что я ему тоже всегда задаю, и очень много дома. И он терпеливо отвечает. И вот когда-то речь шла о том, о моем, собственно, состоянии. У меня было как-то много очень в жизни пережито и очень много плохого. Вернее, не плохого, а тяжелого. А потом я Диме говорю, как же мне дальше вот жить? Вот как мне быть? А он говорит, что... Речь шла о бедности моей. А он говорит, что бедный человек и неверующий, это один человек, а бедный человек и верующий, это совершенно другой. И я, когда стала верующим человеком, я включила себя в число бедного, ну, верующего человека и не стала ничего бояться. Потому что, что как бы дальше не складывались отношения, ты ни в чем не пострадаешь. когда у меня там что-то украли и что-то сгорело и чего-то не стало, потом вдруг откуда-то все стало браться. И когда у тебя нет даже, ну, какие-то проблемы появляются с питанием, с тем, что нужно что-то беречь и что-то держать, тоже откуда-то все появляется. И ты даже поправляешься и фигура теряется. Это уже, конечно, слепенка в минус, но что нужно говорить. И потом еще что, я вот сделала какой вывод, что нужно просить, если Дима говорит, там, мы просим, или когда мы просим, вот еще обязательно нужно верить в это. Вот ты просишь, допустим, что-то, ну, не машина, машина мне уже не нужна. Просишь что-то, ну, что я могу просить? Я прошу, помоги, Господи, моим детям, двоим сыновьям, двум невесткам и моим восьмерым внукам, потому что у меня их восемь, то нужно в это верить и даже не допускать мысли, что не будет так. Вот нужно верить и всегда знать, что раз ты у Господа просишь, значит, так оно и будет. И последнее. Когда-то мысли у меня были такие, как мы одна из заповедей, возлюби ближнего, как самого себя. И когда я уже была связана с этой семьей, Господь меня приблудил к ним, эта слепенка, Тая вдруг уезжает куда-то. А я только там стала жить, и думаю, Тая уедет, у меня еще плиты нет, полтора года у меня плита была не подключена. И я думаю, что же это будет? Тая уезжает на море. Как я буду? И тогда я как-то пришла в церковь, но я из трибуны не выступала, нужно выступать отсюда. И я тогда сказала, у всех у вас есть возможность исполнить вот эту заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Вот 10 дней Тая не будет, можете все меня возлюблять, как самого себя, потому что Тая не будет, а я остаюсь одна. И я хочу сказать, нам всем не надо искать где-то каких-то эфемерных ближних, каких-то где-то на улице, каких-то где-то далеко, в другом мире, в другом свете. Нужно все-таки вот быть ближними, ну, наверное, так у нас и есть, ближними вот быть у себя, возлюблять своих родителей, своих бабушек, которые там уже как доживают, а мы должны все-таки их возлюбить и помнить о них, своих маму и папу, своих деток и своих всех, кто у нас в церкви. Я всех вас возлюбляю, всех люблю. Дима. Спасибо большое. Кто-то еще хочет сказать? Если хочет, нет? Тогда будем продолжать эту традицию, я думаю, что мы будем расти в этом. и мы будем расти в этом. Продолжение следует...